Добрый день, друзья! Ну, не понимаю я смысла таких кулинарных конкурсов на предмет кто, чего и за сколько времени съезду больше. Недавно конкурс, который проходил в городе Торонто по поеданию жареного картофеля с сырной подливкой, там еще что-то такое было, двоих уложил в постель. Четверо вышли по техническим причинам из этого конкурса и лишь один победил. Это мистер Глубокая Тарелка. Он съел за 10 минут почти 6 килограммов жареного картофеля. Представляю, что с ним потом случилось. Но об этом история умалчивает. Главное, что он вошел в книгу рекордов Гиннеса. Мы рекорды не ставим, но судя по обилию сегодняшних плошек, которые стоят на нашем столе, мы точно бьем рекорд по количеству испачканной посуды. Но думаю, что получим от этого удовольствие. Мы и спонсоры программы «Евразиан Фуд Корпорейшн» с торговой маркой «Три желания» и «Самсунг Электроникс». А ваш холодильник выдерживает сбои в электросети. Холодильники «Самсунг» на основе технологии «Вольт Контроль» выдерживают перепады напряжения до 400 вольт. Надежная бытовая техника «Самсунг». Олег Белов, он же Отто Вайскопф. Он же журналист, художник, музыкант, поэт, писатель, интернетчик жуткий. Он рассылает всем какие-нибудь интересные такие штуки. Кто вы? Олег Белов, скажите. Здравствуй, Олег. Очень рада тебя видеть. Многие тебя, может быть, за это время не увидев, забеспокоились. Ты у нас был в программе лет пять назад в такой шляпе с гитарой. Не помню сейчас, что ты пел, но ты всегда был очень заводным человеком по жизни, с очень активной жизненной такой позицией. И думаю, что ничего не изменилось за это время? Здоровеньки булы, everybody. Как-то маша, что все мы здесь together собрались. На самом деле изменилось очень много. И я думаю, мы сегодня будем продолжать изменять этот мир. Мы про рекорд начали говорить, что столько у нас никто не перепачкал посуды, а в каждом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это что за безобразие-то устроено? Что такое? Сейчас будет количество переходить в качество. И я думаю, это еще не все ингредиенты для нашего революционного блюда. У нас будет революционное блюдо? Да, это будет прорыв, прорыв в культуре питания. И я думаю, назвать это направление можно как учебная гурманистика. От слова «гурман». Да, от слова «гурман». Это не просто употребление пищи, а употребление пищи со смыслом, с некими метафорами, с погружением в некие исторические пласты. Кулинарные глубины. Да, да, да. И высоты. А где тарелочки, наверное, там-то, да? Да, нам нужна будет брынза и хлеб. Хлеб еще. А тут вот колбаски не твои, нет? И колбаска тоже будет, да. Еще тут перчик есть, майонез, что-то надо еще? Достаточно вот этого? Нужно, да, и майонез нужен. Да, пожалуйста, у нас все есть. Для гурманистики нам ничего не жалко. И, я думаю, мы начнем с урока истории, с исторической гурманистики, потому что в этом году… Подожди, я не сказала, что ты учитель. Это значит еще учитель. Ну, наша же передача образовательная, каждый приходит со своим блюдом, ну, и что-то показывает. Ну, давай, да. Итак, я вот специально, вот тут у меня в кустах спрятаны две пилотки, и я предлагаю одно одеть тебе. Ты меня не предупреждал об этом. Нет, ну… Я тоже должна ее надеть. Да, 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 потому что в этом году 65 лет Великой Победе. Я не как дурочка. Нет, нет, мы продолжаем отмечать этот юбилей. И сегодня мы будем делать историческое блюдо, которое будет называться Пообеда. Итак, мы начнем с платформы. То есть для того, чтобы развернуть историческое полотно, нам нужна база. Я думаю, что лучшей базой вот для баталии, для вот Второй мировой войны, да, для Отечественной войны является… Селедкой 50 грамм водки. Абсолютно верно, да. Но также является игра шахматы. И я предлагаю просто вот сейчас вот на этом квадратном блюде мы с тобой сделаем квадратное поле на 4 на 4. Ну так, для упрощения. Ну давай. Да. Итак, будем делать черно-белое такое полотно. Так. А это вот мне? Да. Это будут квадратики из брынзы и из хлеба. Хорошо. Тогда ты будешь резать брынзу. А вот это вот мы пока ничего не перечисляем? К этому мы приступим позже. Ага. То есть по мере поступления продуктов мы будем их называть? Да. Пока вам нужен только черный хлеб и брынза. Мне какие толстые куски готовить? Смотри, у нас 4 на 4, поэтому давай я тебе покажу. Давай я тебе все порежу. Вот такой где-то. 9-10 сантиметров. Ну и вот, в принципе, можно вот примерно такой. Поняла. Немножко подровнять его. Остатки можно скушать. Хорошо. Молодец, ты ничего не выкидываешь. Да, ничего не пропадет. И я один квадратик возьму, чтобы он мне эталоном послужил. Для того, чтобы мы с тобой правильное шахматное поле сделали. Кстати, шахматы развивают и ум, и смекалку, и даже бизнес-способности. Потому что жизнь – это игра, жизнь – это противостояние, поединок, поедимок. Нам нужно 8 кусочков всего. В общем, Олег, он не то что тренирует, даже не могу сказать, и тело, и душу, и мысли. Какое-то вот он вот непонятное. Еще он работает в газете «Аргументы и факты». И пишет интересные статьи, берет интервью с интересными людьми, находит их сам. И спрашивает их так, как другой не спросит, работающий в нашем общем жанре интервью. Вот, он такой вот. Все, мы начинаем. Итак, у нас 8 квадратиков. Где еще один? Вот этот, да? Да. Ты знаешь, я очень хорошо вот с обрезками справилась. Хорошо. Отлично. Итак, нам нужно сделать шахматное поле. То есть, давай, я буду… Пока ты выкладываешь, давай я что-нибудь с баклажаном сделаю. Потому что я точно знаю, что сырым его есть нельзя. Его нужно приготовить. Но, я думаю, для начала мы его укоротим. Нам понадобится… Ну, вообще-то мы его потом укоротим. Давай приготовим целиком. Я положу его. Он должен быть как печеный? Да, печеный. А, в принципе, я его могу вот так вот положить. Пусть он запекается. Минут на 5 поставим, нормально будет? Отлично. Все, нагрели, пусть он работает. Пусть что-то, чтобы у нас было движение. Да, 5 мое любимое число. Это у тебя патиссоны? Да, это патиссоны. Это голубика, я уже стащила. Голубика, очень вкусная ягода. Просто удивительная ягодка. Итак, смотри, какое великолепное поле. То есть, брынза и ржаной хлеб создали нам платформу для нашего блюда. Это, условно говоря, модель земного шара. Вот мы будем на этом шахматном поле разворачивать наше историческое блюдо. Посвящено оно будет Второй мировой войне. И, с одной стороны, у нас будут союзники. Страны четыре, да? Угу. И, с другой стороны, фашистская ось. То есть, страны-соперники. И вот из этих блюд мы сейчас подберем те, которые, может быть, в какой-то степени, они колерируют. То есть, соответствуют. Давай, давай начинаем. Потому что мне очень хочется... Суши, это ты догадаешься, какая это страна. Враги. Суши, ну, страна какая. Ну, Япония, конечно же. Япония, абсолютно, да. Но они, правда, не враги. Они, конечно, были союзниками где-то когда-то. Ну, во время Второй мировой они были нашими противниками. Хотя они долго сидели в кустах, потому что Жуков на Халфинголе им показал настолько, что они... Это тоже всегда врага? Нет, Япония достаточно будет одного пока. Они один раз враги. Да. Дальше. Ну, хотя я приезжаю, давай мы начнем с пешек. Так. Я думаю, вот Красная Армия и союзники... Это мы. Мы возьмем в качестве вот пешек вот эти... Черри. Черри, да. Но мы немножко подрежем их, чтобы они хорошо стояли у нас на нашей шахматной доске. Попки сделаем ровно. Да, вот как раз. Нет, вот сюда. Пешки стоят во втором ряду. Так же, как и в шахматах. Еще? Да. Четыре армии. Ага. Вот, Олег, я думаю, в школе тебя не хватает. Жалко, вот ты не учитель. Ну, почему? Я иногда преподаю. Да? Потому что было бы интересно, если бы такие патолеты... Нет, к нам в газету приходят студенты, и мы учим их журналистским азам. Так, а я думаю, гитлеровскую коалицию мы сделаем из черных маслин. Вот так правильно я ставлю? Да, да, да. Это вот рядом против. Конечно. СССР какие должны быть? Уж точно они красные. Итак, вот у нас пешки готовы. Все достаточно? Да, они вот похожи друг на друга. И они вплотную, потому что, ну, что там, граница была сплошная. Уже Германия граничила с Советским Союзом и с Францией. Я уже угадываю в этом канапешке. Сейчас мы будем строить другие армии. Вот колбаски у нас. Колбаски, я думаю, это будет, собственно, Германия, вот рядом с Японией. Ну, конечно. Ну, из них, давай ты ее тоже сделаешь, чтобы она была у нее основой. Чтобы она что, тоже стояла? Ну, да, конечно. То есть у нас же шахматная доска. То есть вот, ну, хватит одной. Знаете как? Ого, сколько обрезок. Всех родственников можно накормить. Так? Саша? То есть я вообще планировал, что вот помидор мы его... Ну, меняй планы. У нас нету поменьше помидора, да? Меняй планы. Давай. Ну, ничего. Будет такой большой помидор. А, помидор мы его зафаршируем. Чем? То есть сначала нам нужно его внутренности куда-то выложить. И сделать... А имбирь нам тоже нужен будет? Да, имбирь обязательно. Причем... Или кому больше нельзя вот как-нибудь чуть-чуть? Очень хорошо. Да нет, вот на самом деле все очень просто. Смотри, половина блюда уже готова. Помидор у нас будет олицетворять Советский Союз. То есть видишь, как раз здесь столько долек, ячеек. Это разные республики. Короче, здесь работа, знаете, друзья, минута где-то на 20. Мы к вам вернемся, чтобы вы уже увидели, как мы зафаршировали помидоры, что сделал Олег с пирцем и что нам делать потом со всем остальным и с баклажаном в том числе, который уже доходит и сейчас пипикнет, возвестив нам о том, что он уже готов, практически испекся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы сюда объясняли вообще все из чего и почему. Да, это самый вкусный урок по истории. Вот эти фигуры у нас олицетворяют антигитлеровскую коалицию. Патиссон – это Франция, помидор фаршированный – это Советский Союз. А фаршированный он голубикой – это российская ягода из метана. Да, вот мы хрена немного добавим сюда. Хрена добавили, да. Ну, все по-русски, хорошо, что без матов. От Москвы до самых до окраин. Это США, тоже фаршированный. Здесь у нас майонез и кукуруза. То есть такие тоже страна очень смешанная такая. Это какая страна? Это США. США, да. И Британия у нас здесь имбирь. Это он олицетворяет Индию. Ну, и вообще колонии, то есть британская империя. И с другой стороны это у нас Германия, колбаска. Сосиска. Это суши, страна, которая не знает суши, но любит суши. Хорошо. И это Италия, баклажан такой сморщенный. Не смотрите, что он сморщился, а то он испекся. И это Финляндия, балтийская селедка. Потому что финны, они выставили 400 тысяч армию против Советского Союза. И, честно говоря, очень большие проблемы были. Очень длинная граница с Финляндией. И на Кольском полуострове, и вот Азори здесь тихие. И, честно говоря, очень серьезный соперник был. То есть вот эти четыре основные страны и антигитлеровская коалиция. И они вели этот бой. Это полотно у нас, если выстоит, ну, первое уйдет сосиска с селедкой. Потом, конечно, будет повержена Россия. Нет, нет, нет. Она не будет повержена. Потом немцы угрожают Франции, да. Вот так вот. А потом... Как бы... Наивная, Олег. Какая-то ты будешь играть. А мы съедим самое вкусное, что находится. Да. Патиссончик соленый. Ох, как хорош. Патиссончик. Пёрл-Харбор, да. То есть это... Это уже, да. Ход вот такой. Можно я ход сделаю? Можно. Наш кулинарный. Понимаешь, вот должны же узнать, что ты не только придумаешь вот такие вот кулинарные баталии, а что ты можешь, как играешь ты на гитаре, мы уже знаем. И какие ты рэп-вариации даже делаешь вместе с Ерболом Жумоголовым, нашим поэтом. Пора его звать на программу. Мы все о нем говорим с его друзьями, но его еще у нас не было. А теперь вот сделай то, что ты хочешь. Ну что ж, боевая подруга, мне нужен стул. Да, боевая подруга всегда хоть автомат, винтовку, все. Лишь бы другу боевому был и все хорошо. Нормально? Да, мы вообще с Ерболом Жумоголом сочинили репетицию Гитлер Капут. Она участвует в конкурсе песен про победу, но это слишком длинная вещь. Я спою более легкую вещь. Минут на 16? Нет, на 2. Эта песня называется «Летели метели». Я только успею тебе, дорогой Олег, подарить вот эту вот рамку электронную для фотографий, какой у тебя, наверное, море просто. Чтобы можно было выходить за рамки. Да, ты будешь за рамки выходить из всех своих путешествий. Хорошо. А я тебе подарю диск о путешествиях страна и дельвейсов. Вместе с друзьями из клуба «Барракуды» мы решили записать такой туристический джаз. Спасибо. С удовольствием послушаем. Ну, все, начинай. Итак, всех с Днем Победы. Песня называется «Летели метели». «Летели метели», «Снегом землю метели», «Долетели до Вологды», «Где были мы молоды», «Долетели до Рязани», «Где мы лыка не вязали». «Летели метели», «Снегом землю метели», «Запорошили пути», «Не проехать», «Не проехать», «Не проехать», «Только нам не привыкать, что дорожки нет тут». «Летели метели метели», «Только нам не привыкать, что дорожки не тут». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok